МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы на месте, готовы работать. Ольга Лавренева, 24 года. Ведет кулинарный блог. Замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Денис. Я Дима. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что за подозрения у вас возникли? Почему вы не обращаетесь? Я на 99% уверена, что мой муж меня изменяет. Первое, это то, что он стал... Он вообще очень поздно приходит домой. Он и раньше приходил поздно, но в последнее время это просто. Уже такое ощущение, что он там чуть ли не круглые сутки на работе. Я его вообще не вижу. Он утром уходит, поздно ночью возвращается. Второе, это от его рубашек стало пахнуть какими-то дешевыми. Просто какими-то мерзкими духами. То есть я такими в жизни бы не стала пользоваться. Даже не посмотрела. Я не знаю, на каком рынке вообще такие духи могут продаваться. Ну а с мужем вы поделились вообще своими подозрениями? Нет, я ему уже ничего не говорила. Ну, он такой человек достаточно серьезный. И мне бы не хотелось с ним выходить на конфликт с собой. Тем более, что мне нечего ему предъявить. Ну, есть что с одной стороны, но хотелось бы каких-то более весных доказательств. Ну, а к вам отношение его как-то изменилось в последнее время? Ну, да, он как-то охладел. То есть он раньше мне постоянно, как твои дела, вот что тебе купить, как вообще у тебя там... Он постоянно мной интересовался. А сейчас вообще с какой-то безразличием, есть перестал вообще то, что я готовлю. А я хорошо готовлю, я кулинарный блогер. Я не понимаю, он приходит, я не голодная. А где он поужинал? Кто его накормил? Ну, есть, да, с чем поработать. Давай работать тогда, да. Все, тогда будьте готовы получать информацию, даже самую грустную, к сожалению. Я готова. Хорошо, тогда будем на связи. На следующий день наша команда заняла наблюдательную позицию у подъезда дома, где проживают супруги Лавринёвы. Мы на позиции, ожидаем объект наблюдения. Вот святой мужик. Александр Лавринёв, 46 лет. Директор агентства ритуальных услуг. Женат, детей нет. Взяли объект. Летучая группа подготовили, ждем распоряжения. Летучая группа, объект на вас. Группа веса, ну вы и сами все знаете. Да, Дим, ждем, пока машинка отъедет. Поднимаемся. Александр – серьезный бизнесмен. Ничего удивительного, что он много времени уделяет работе. Однако запах чужих духов и некоторое охлаждение к молодой жене – это веские причины для того, чтобы появились подозрения. Летучая группа начала движение. В присутствии хозяйки дома оперативники занимаются установкой камер. У Ольги успешный кулинарный блок, и она много времени проводит на съемках. Нам необходимо проверить, происходит ли что-то необычное в квартире, пока она отсутствует. Дима, прием. Да, Олег. Проверь, пожалуйста, что весь экран получаешь. Сигнал приходит, звук тоже устойчивый. Спасибо, сворачивайтесь. Подождите, вы хоть печенье попробуйте? Сейчас, я прямо дойду секунду. Неудобно. Память печенье можно попробовать. Можно еще нам принести. Сейчас, я сама обойду. Я одну возьму. И одну вторую. Может, даже следить. Вы? Спасибо большое. Не злоупотребляйтесь. Аккуратно, да? Ты что делаешь? Так, они взяли, да? Нормально, скромнейся. Все, все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ушли из квартиры. Наш подозреваемый выходит из своего офиса, где он провел всю первую половину дня. Сейчас он направляется к своей машине, где босса ждет водитель. Работаем на улице. А ты тут что делаешь? Какая-то Лариса к нему подошла. Ну-ка, ну-ка, ручки убирала. Шеф, все в порядке? Изменяешь? Больная, что ли? Кому изменяешь? Это вообще непонятно. Неизвестная нам Лариса обвиняет Александра в измене. Что это за женщина? Из прошлого? Что она знает про нашего подозреваемого, чего пока не знаем мы? Лариса, как и наша заявительница, тоже упомянула про запах чужих духов. Если у Александра и был роман с этой женщиной, то он нашел ей замену. Похоже, наш подозреваемый любвеобильный мужчина. Немногим позже Денис встречается с нашей заявительницей. Всего полдня наблюдения, а для нее уже есть любопытная информация. Ольга, здравствуйте. Есть у меня разговор. Мы увидели встречу Александра, неожиданную для него самого, с некой женщиной. Нам показалось все это таким странным. Позлина, подставишься! Вы знаете, кто это? Моя мама. Мама? Я просто с ней поделилась своими переживаниями. Вы поделились просто переживаниями или вы ей рассказали, что программу обратили? Нет, я не рассказывала. Я же не идиотка. Я просто ей рассказала, что у меня есть подозрения. Но я, честно, в шоке. Я не думала, что она пойдет и явится, и устроит такие разборки. Ладно, хорошо, что вы хотя бы не рассказали вашим маме о том, что вы обратились к нам, потому что лучше сейчас вообще не мешать нормальному ходу событий. Пусть Александр живет, как вы думаете. Да, 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 я понимаю, конечно. У тебя на связи. До свидания. Хорошо, да. До свидания. Продолжаем работу. Наша команда ведет наблюдение за Александром Лавреневым по просьбе его жены Ольги. В данный момент мы фиксируем, что подозреваемый возвращается домой с работы. Причем даже не очень поздно. Привет. Сегодня подозреваемый не задержался на работе и не отказался от ужина. Может, Ольга на встрече с нами немного преувеличила масштаб ее семейных проблем? Зачем ты своей матери жалуешься на то, что происходит у нас с тобой с ним? Опа, он ей рассказал. Это наше личное с тобой дело. Я не понимаю, с чего ты. Не понимаешь? Я фиксирую внутрисемейное отношение. Проси у нее, если ты не понимаешь, что она устроила. Я... Наши дела, это наши дела. Да, но туда нет серьезной межсамейной отношения. Простите, я не буду... Переступуй метлу своей маме. Александр устроил жене настоящую выволочку. Теперь понятно, почему Ольга даже не заикалась мужу о своих подозрениях. Он человек крутого нрава. Согласна, что я была не про вас. Общий язык два человека могут найти только друг с другом, без посредничества. Потому что любой посредник чем-то, чем-то заинтересован всегда. Прости. Наша заявительница и сейчас не стала выяснять отношения с супругом. Ольга предпочла попросить у мужа прощения и дать обещание больше не впутывать маму в их супружескую жизнь. Вот и пользуйся моим отношением к тебе. Будьте готовы перейти в дежурный ремонт. Ты ж какая! Да, молодая, красивая, сладкая, да? Ну, тут семейная идиллия. Давайте, ребята, в дежурку уходим. Да, Рим, уже готовы. Уходим. Наступил второй день наблюдения. Сейчас Александр провожает Ольгу. В знак примирения он предложил жене поехать на очередные кулинарные съемки на машине с его водителем. Смотри только, родная. Держи язык за зубами. Продолжение вчерашнего разговора. Ты сам-то на работу поедешь? А как же мне? Не могу оставить без письма. Жду им, будем работать. Хорошего дня. Александра можно понять. Он взрослый мужчина, привык сам решать проблемы и нести ответственность. Ему ни к чему вмешательство тещи в семейную жизнь. Тем более, если он ни в чем не замешан. Ролей к квартиру дайте. Готовимся. Сейчас получите. Есть сигнал. Спасибо. Вернувшись домой, наш подозреваемый прилег на диван и задремал. Видимо, процесс примирения с супругой был для немолодого мужчины несколько утомителен. Машина во дворе. Привез, наверное, нашу заявительницу. Все ясно. Окей. Работаем. Другая женщина. Внимание. Личный водитель доставил к дому начальника длинноногую незнакомку. Возможно, это какая-то помощница Александра. Он же собирался поработать сегодня. И, может быть, девушка приехала по служебным делам. Гостья звонила в домофон, но наш подозреваемый не реагировал. Неужели у него такой крепкий сон? Или с ним что-то случилось? Девушка решила позвонить по телефону. Звонок проходит. Звонит она явно нашему подозреваемому. Да, Дим, но он что-то ни на что не реагирует. Может, ему плохо? Спокойно. Давайте дадим водителю возможность разобраться. Там уже посмотрим. Водитель, он бежит к подъезду. А, я звонила, да? Да, видимо, они вместе заходят в подъезд. Он знает, кот, они зашли в подъезд. Вы знаете, что ключи у него есть? Объект лежит по-прежнему. Они звонят в дверь. О, зашевелился. Все, это, видимо, его жена так успокоила ночью. Что-то спать с ним. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А сам остается наедине с девушкой, которая называет его Сашей и ведет себя более чем фривольно. Ты меня распугал, я чуть не умерла. Сашечка. Не солнце. Это так сильный контакт у нас, они в спальне. Да все понятно. Вот, значит, почему рубашки Александра пропахли дешевыми духами. Видимо, его пассия пока еще не заслужила дорогих. Поэтому-то она и волновалась, не случилось ли с ним чего. Вдруг не успеет заработать себе на булавке или что-то покруче. Вряд ли подобная молодая женщина встречается с женатым мужчиной намного старше себя просто ради своего удовольствия. Здорово. Привет. Едет? Едут. Она с мамой водит. Зачем? Ее брало. Поддержка. Водитель, видишь, дежурит. Угу. Интересно. Если что, я его на себя возьму. Насмаривает уже в эту сторону. Пока может видеть, не подает. Въехал заявитель с материн. Готовьтесь, звук взять. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Лариса. Все-таки ваши подозрения вас не обманули. Вот смотрите. Как от водила вышла из машины. Да, что вам нужно? Что происходит? Это жена моего босса. Мы сами разберемся. Я вас по-человечески прошу сидеть и уехать всем вам собраться. Хорошие предложения. Пожалуйста, все. Вернемся к видео. Сейчас разберемся. Да, да. Да, разберемся. Он звонит кому-то, видимо, ему. Или какой-нибудь подмоги. Будьте осторожны. Группа внимания, направляемся в квартиру. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Дима Торзок. Да, да, хотела... Это мы работаем. Это жена хотел. Я понимаю, но... Она тоже. Ах, ты... Нет, нет, не держите меня. Сейчас вызову полицию. Вы что, издеваете? Давай. Пустите меня. Жаба. Жаба. Уходят она. Пожарим. 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 Тего? Тего? Иди вали! Да лучше ты сдох! Подождите вы вот отсюда! Это мой дом закончен! Дуйная! Вот и мой дом! А вот так разговариваете с женой, да? Я разговариваю как яхать. Водитель зашел в подъезд. Водитель зашел в подъезд. Да пошел! Ах ты! Сиди! Сразу киню, отрасли, они уже отчались. Сиди! С глазами улыбался! С глазами улыбался, мразь! Вон отсюда! Вон отсюда! Вы нарушили все законы. Это вместо извинений! Я с тобой! Все свои головы! Я тебя провела! Ты что делаешь, тварь? Ты на любое дело! Гори! Рот свой закрыт! Я знаю, что ни с чем понятно! Миру пойдет! Принят, работаем с ним в хридоре. Дима, выходит за ним операция. Хотя бы сказал! Ты! Хотя бы сказал! Что-нибудь! 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 Уйдите отсюда! Ребята, понадобится социологическая помощь. Наверное, уже не перестали. Мама, скажи, что вы не ушли отсюда! Это моя оружие! Ребята, пообщается с Россией. Может быть, тот же потребуется, ребята. Да, я понимаю. Это, конечно, тяжело. Он такой... Да, позвали миссис. А аналитика ее назвала входит в коридор. Сейчас продолжение будет похоже. Что она имеет право, где Юра, сюда звать посторонних людей? Нет, вернули. Что же первое это сделать? Что вы... Возвали миссис. Возвали миссис. Выйдите отсюда! Мама, ты что ходишь за мной? Да что ты за мной ходишь? Давайте переиграть. Это моя квартира! Если она пригласит сюда любовник, ваш водитель ее сюда привезет. Я внимание, он на защите квартиру. Я сейчас вылезу. Я сейчас вылезу. Я сейчас вылезу. Я сейчас вылезу. Все митрякты. Всем машину на меня оформить. О, ты же пешком. Да я в управление позвоню. Иду и... Вот так вот. Да, понятно. Все у меня. Давайте без угроз. Без угроз. Без угроз. Серьезные проблемы у него похожи. Да, без угроз. Позвони, дай мне за кон. Закону все сделаем. Ставь себе мозги по закону. Имплант сделай. А у тебя когда на мой взгляд? Закону надо. Закону надо. Не раздевать. Закону надо. Закону надо. Закону надо. Ну, ты понимаешь? Стояние. Я вам что? Матка иная или что? Понимаете, для чего вы удавили ситуацию? Было бы у меня оружие, но я бы сейчас дырку в лбу сделал. Это право собственности. Ура. Вы документы не представляете? Какие документы? Ваши. Вот документы. Кто вы такие? Это документы? Да, камера и свет. Да, я вижу. Он ушел. Все. На этом все пока закончилось. Давайте успокоимся немножко. Успокаиваемся. С мамой вы останетесь. Ладно. Ребята, забудите квартиру. Сейчас через 15 минут здесь будет ОМОН. Хорошо. И вылетит и жена, и ее мамаша, и вы, в том числе. Притом наручник. А на каком основании? А там мы основание придумаем. Был бы человек. Дело найдется. Ну, а ты чего ты радуешься-то? Ну, ну. А чего ты радуешься-то? А чего ты радуешься-то? Что я одна осталась? Улыбаешься, блин. Из этого старого? По-моему, она правая, кстати. Выходим, ребята. Пошли вы все! Нам пусть с Петром Валерьевичем связаться там. Пускай они пообщаются. Лично. Говорят, пока не очень. В адеквате надо будет. Ну, там у мамы особо большой распутаем точку эту. Нам там не было ничего. Стоп. Связи Ларисы в управлении оказались достаточно серьезными, чтобы ее дочь Ольга получила при разводе большую часть имущества. Александр после поражений в суде поправляет здоровье в санатории. Продолжает ли он увлекаться молодыми красотками, нам неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова